всем приветики ребята всем приветики взрослые и сегодня мы будем делать такого вот чудика вот такого чудик ой рот убежал запасной рот у нас есть и не один да мы сегодня покажем вам как дома из подручных материалов сплести такого чудика такой чудик нам может служить в качестве игрушки можем сплести в целую семейку да примеру можно делать мультики еще закладка выкладка в книжечку да если ножки подлиннее сделать так чтобы они торчали из книжки или или глазики с язычком и я его глазки с язычком будут торчать вверху по внизу длинные при длинные ноги вот а сладушка делал мини мультики для этого для разных эмоций сделал вот такие сменные всякие ротики поэтому можно такие улыбка это все сделано из сама застывающего такого воздушного пластилина поэтому если он у вас есть вы можете его применить если нет можно из бумаги нарисовать и приклеить вот ну что приступим к самому основному да и материалы да нам понадобится карандаш линейки дай угадаю камень ножницы бумага ножницы и бумага да и нам необходим картон картон в качестве основы для нашего плетения смотрите вы можете использовать картон в остатках от любого оставшегося ненужного вам да такого коробочки какого-нибудь средства да то есть мы вот решили попить с вами чаек то есть возьмем для основы просто картон чтобы от ли отрезать все ненужное берем вот эту большую часть нам и вполне достаточно чтобы влезло для проплетения тельца нашего чудика вот и мы готовим его отрезаем бока ненужные а еще мы будем плести либо из пакетов либо из ниток либо из шнурков или каких-то еще других материалов на самом деле как бы плетем мы из пряжи но в условиях карантина не у всех может дома очутиться вот пряжа нужных цветов нужного нужной толщины поэтому если у вас где-то у мамы или у бабушки все-таки есть остатки пряжи которые там оставались после шарфиков носочках вы можете их использовать вы можете еще использовать какие-нибудь шнурки владушка уже сказал это неоновый сверху да у нас тут шнурочки такие оставались то есть какие-нибудь ненужные шнурочки ну или нужные пока их можно применить вот в таком творческом деле после карантина купить себе новые вот еще есть вариант такой если у вас есть какие-нибудь уже футболки ненужные которые там с пятнышком лежат да вроде бы и выбросить жалко и не знаем что из них придумать из них можно придумать можно придумать именно из них можно сделать вот такие веревочки сейчас очень модно пряжа которая называется спагетти трикотажная пряжа но суть заключается в том что вот все ненужные футболочки можно порезать на такие шнурочки получается мы режем на равные ширины части когда их немножко тянем то они сворачиваются самостоятельно вот такие трубочки из них можно плести то есть замечательно если даже у вас белый цвет такой футболки и нет разноцветных вот таких вот изысков как у нас да то можно белый цвет потом в итоге покрасить полосочками гуашевой краски и получится у вас цветное чудо но буквально сейчас перед записью мы еще сидели думали и думали ну вот что если всего этого у вас нет а вам очень хочется с нами помастерить и поплести и пришла гениальная идея этого куча в каждом доме и это что-то не и что иное как пакеты могут быть в рулонах могут быть всевозможных цветов вот у нас зелененькие тут светло зелененький темно зелененький и мы придумали попробовать слепить полу сплести этого чудика еще из таких пакетов и для этого мы просто возьмем и нарежем пакеты нарежем пакеты на вот на равные какие-то части одинаковой ширины и получается что мы открываем наш пакет и у нас получается уже какие-то ничи такие как пряжа да вот поэтому можно сделать вот найти всех цветов которые у вас есть в доме нарезать такие кусочки по кругу получается да вот посмотрите два зеленых и желтый могут быть разных оттенков да более плотные более тонкие но все мы найдем применение тоже отрезаем ручки кстати говоря мы тоже подумаем как применить да по ходу дела вот складываем просто чтобы было проще разрезать на такие части и отрезаем такой же ширины вот а что мы делаем с картоном расскажи мне сыночка и помоги скорее это все сделать пока я буду нарезать из туалета да с картоном что мы делаем мы мы его делим на мы готовим основу для нашего плетения то есть нужен плотный картон который будет служить твердой основой для переплета что нам нужно сделать нам нужно поделить вот этого чудика мы делали из восьми нитей основы поэтому нам нужно поделить вот здесь вот лист твердый плотный наш на 8 делений но можно и можно меньше можно больше да то есть ну вот просто для ориентира знаете вот здесь у нас 8 нитей основы вот что мы делаем смотрите мы отмечаем один сантиметр сверху 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 один сантиметр и проводим вот такую вот супер мега линию супер мега линию с одной стороны и с другой Владушка помоги да сейчас один сантиметр справа слева через две точки мы проводим ровную линию делаю раз первый бас проводим линию отлично теперь смотрите смотрим сколько у нас сантиметров в итоге у нас 7 с половиной да нам нужно на 8 отделений поделить значит мы берем чуть меньше чем по сантиметру давай по 8 миллиметров seguidor лучшим Biden будет 7 у нас деления 1,2,3 4,5,6,7,8 воу по 7 миллиметров сделаем и будет все вместе по 7 миллиметров по 7 миллиметров далее по 8 по 7 миллиметров давайте сделаем вот делим по 7 миллиметров снизу и сверху Давай, свиночка, стеречка. Для тех, кто более взрослый, можно сделать гораздо проще. Можно приложить линеечку и сразу же сделать надсечки ножничками на одном и том же расстоянии. Я тоже так буду. Нет, старайся, друг мой, давай, старайся. Да, я не эту штуковину сделала. Давай быстрее, ты слишком долго на нем зацикливаешься. Да, наверное. Да, конечно. Раз. Раз. Два. Раз. 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 Шесть. Семь. Восемь. Вот. Так, нам нужно сделать вот между этими разрезами натянуть нити основы, на которые мы потом уже будем проплетать. Что я готовлю? Я готовлю вот такие вот одной длины. Можно замерять рукой. То есть вот я держу в пальчиках, отмеряю, к примеру, до плечика своего, либо до какого-то определенного уровня, да? Вот. И отрезаем восемь таких одинаковых линий. То есть сгибаю, отрезаю. Что я делаю дальше? Вот приготовила. Сгибаем напополам. А еще можно сделать из ниток каждый ряд другого цвета. И так можно по радуге сделать. Можно. Радуга-дуга. Так. Сгибаем напополам. Вот что должно получиться. Отлично. Теперь берем ниточки. Владик продевает нити, а я продеваю пакеты. Выбирает цвет для основы. Ну, теперь будет красный. Давайте. Отрезай одинаковые. О, тут уже есть. Отрезаем и продеваем. Отрезаем и продеваем. Готовим. Ой. Ну, вот. Тут одна большая. Нам нужно много маленьких. То есть делаем маленький такой узелочек. А сколько примерно? Для прически. Вот смотрите. Какой длины хотите прическу, делаем. Вот такие будут хвостики. И получается продеваем в одну из отделений. Вот так вот. О, вот так вот. Да. Продеваем вот так. А эти две части в нижние. Раз. Два. Продеваем. Что я отрезала? Эту или эту? А, вот эту я отрезала. Так. Можно, наверное, сделать не целых восемь, да? Сделаем в каждую отдельную ячеечку. Раз. Два. Три. Четыре. Вот. Они довольно пушистые. Есть у меня два хвостика. Вот. Мы делаем второй хвостик. Можем распушить его. Получится как бантик. Один. Продеваю вторую. Так. Вот. Получается. Вот мы в деле в деление и подтягиваем эти ниточки, чтобы они плотненько сидели и не было лишней слабины. Что такое слабины? Слабины. Слабины это когда вот лишнее вот болтается. Чтобы они были натянуты, ну, как струнки, скажем так, плотненько к бумаге прилегали. Так. Вот что получилось. Вот что получилось. У нас будет два, две такие хвостика, бантика. Не знаю, как вы назовете. Смотрите, чтоб нас не отвлекали никакие картинки, мы начинаем закреплять на чистой стороне. То есть закрепляем, ну, все равно это лишнее совсем пестрое. То есть мы закрепляем вот в эти деления и с обратной стороны оставляем для прически одинаковой длины хвостики. Пряжа довольно тоненькая, поэтому мы сделали в два слоя. В зависимости от того, какая пряжа у вас, вы можете делать на свое усмотрение в один слой, либо в два, так же, как и мы. Все. Продеваем дальше. Да. Как с изнанки мы можем слегка завязать наши вот эти ниточки волосики, чтобы они не смещались, не выезжали у нас. Там упали мои ниточки. Ну, спасибо, что ты помогаешь мне их спасти. Просто слегка, немножечко завязываем их, немножко фиксируем, чтобы можно было потом развязать. Ну, что? Все. Основа у нас готова. Теперь мы покажем вам самый простой способ, как сделать супер иголку, которая нам будет помогать проплетать наши ниточки. Смотрите, из того же картона мы делаем такой прямоугольничек. Вот. Берем прямоугольничек, заостряем ему с одной стороны, нет, с двух кончиков. Ну, я имею ввиду, с одной стороны у нас будет острый кончик, а с другой стороны нам нужно сделать такой прорез. Делаем прорез. Где-то средину этого прореза мы оставляем нетронутым, а вторую половинку вот внутри. Ой! Смотрите, случайно так сделала, кончик разрезал. Делаем следующий. Как говорится, у нас картон есть в запасе, ничего страшного. То есть еще раз повторяем. То же самое. То же самое, да, делаем надрез и носиком больше не режем. То есть учимся на собственных ошибках. Теперь что мы делаем? Мы делаем... Ты нажила носиком? Да, я носиком хотела разрезать и так случилось. Но он всегда выскакивает. Ну вот носик ненадежное такое средство. И мы делаем один вот такой надрез. Это у нас будет место для ниточки. То есть мы ее сюда будем вдевать и здесь заматывать. Посмотрите. Ну, совершенно таким приблизительным образом. Так, вот тут еще хочется мне выпрямить, чтобы она была ровненькая, да? Вот. Вот такой у нас получился на карандаш похож, да? Вот иголочка. Мы теперь отрезаем. Какого цвета у нас будет личико? Ну, наверное, будет зеленая. Хорошо. Берем зеленую ниточку. Отрезаем ее определенного размера. Делим ниточку пополам. Да. Вот тоже. Находим срединку. Так, мы продеваем нашу ниточку. Вот так вот. Вот таким вот образом. За первую нашу нить основы. И в эту петельку продеваем хвостик ниточки. Если у вас нитка в один слой, то вы можете просто сделать узелок. Завязать прямо на ниточке и оставить эту торчащую в качестве волосиков тоже ниточку. То есть мы сделали, закрепили эту ниточку. Теперь мы ее вставляем в иголочку. Где наша иголочка? Вот иголочка. Вот. Смотрите. Нить основы делаем длинней, которые будем мы проплетать. Вставляем петелечку нашу и хвостик проплетаем вот таким вот образом. В эту ячеечку прячем. Бесконечности вот так вот. Получается, да, как будто бы восьмерочки такие, да. То есть мы вот так продеваем и у нас ниточка там фиксируется. Это у нас запас нитки. Когда мы исплетем вот эту часть, мы высвободим этот хвостик и будем плести дальше. Ну что? Все у нас готово. Та-дам! Начинаем? Да. Начинаем. Мы, чтобы было видно, вот показываем. Снизу, сверху, снизу, сверху, снизу, сверху. Мы через одну нить основы продеваем нашу самодельную такую иголочку и подтягиваем нашу ниточку. А если такие штуковины, то можно тут держать и вот так вот прокручивать и все будет хорошо. Вот первый рядок мы уже проплели. Ой, опять на карандаш похоже. Да, на карандаш похоже. Смотрите, первый рядок мы проплели. Теперь вот ниточка у нас была здесь над этой ниткой верхней, да. То есть следующий ряд мы проплетаем под. То есть мы вставляем нашу иголочку и вот так через одну нить основы продеваем второй рядок. Смотрите, это очень-очень просто. Вот мы проплели второй рядочек. Мы теперь формируем ширину нашего чудика, какую мы хотим. Что надо пододвигать. Пододвигать мы будем, когда мы уже проплетем несколько рядочков, чтобы у нас не было дырочек промежутков между нашими рядами. То есть сейчас нам нужно сделать таким же образом личико. То есть очень быстро проплести рядов, ну сколько получится из этой длины ниточки и будет сформировано уже личико. А я тоже самое начну сделать из пакетиков. Да, из самых-самых пакетиков. И точно так же я проплетаю, как и Владислав, через одну. То есть вот, берем одну сверху, одну снизу, одну сверху, одну снизу. Вот, проплетаю первый ряд. Теперь, если у нас здесь снизу, значит здесь будет сверху. Поэтому мы делаем вот так. Где у нас видно внизу эти рядочки. Потому что она пушистая и здесь теряются ряды, видите, непонятно. И мы вставляем там, где точно видно. То есть мы проплели следующий ряд и их пододвинули. Да, этот метод переплетения самый простой, полотняный называется. То есть таким методом плетут ткани. Корзинки. Корзинки, да. А еще лапти. Лапти. Точно, точно. Молодец. Все, давай вперед. И еще такими способами делают чудиков. В производстве получается, что нить, которая вот закреплена у нас, она называется нить основы. А та ниточка, которая бегает и проплетается уже второй, да, на основе. Это нить утка называется. Утка. Не утка. Утка, да. Утка. 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 Подтягиваем. Вот так подтягиваем. Вот. Близко друг к другу. Эти рядочки. Сейчас я вам хочу показать, как крепить конец, поэтому ближе немножко к камере подношу. Вот смотрите, вы проплетали. Вот. И у вас остался маленький краешек. Что нам нужно сделать? Ну и освобождаем, если нам совсем коротко. И кладем вот такую петельку. Смотрим. Кладем вот такую петельку. Можем сделать без иголки. Маленькая, коротенькая осталась, уже не закрепит. Посмотрите, петелька. Продеваем нить основы внутрь петли и затягиваем. Все. Затянули. Практически не видно. Все. Оставляем здесь. Вот. Берем следующий цвет. Я, наверное, голубенький сделаю. Точно так же вдеваем в нашу иголочку. Закрепляем краешек. И начинаем снова. Напоминаю, как мы начинаем, мы тоже формируем такую петельку. Продеваем. Продеваем. Подтягиваем. Максимально плотно. И вот так вот он сделает. Продеваем. Продеваем. Какая же кольца. Какая же кольца. И сейчас я поставлю на подвеску. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Еще раз показываю, как крепим краешек. Мы делаем петельку, продеваем под нить основы и внутрь петли. Утягиваем. Утягиваем. Берем теперь следующий цвет. В первую ячейку, в первую нить основы, в петлю и затягиваем. Ну что, супер быстро показываю. Смотрите, вот эта была сверху, значит, эта следующая будет снизу. Проливаем. Вот такое чудо у нас уже готово. Смотрите, что мы теперь делаем. Мы высвобождаем теперь наши хвостики, бантики, прическу. И высвобождаем ножки. Ножки. То есть мы сейчас из них сплетем косички и сделаем наши ножки. Смотрите, вот у нас четыре и четыре. Мы смело можем поделить две в одну и две самостоятельные. И сплести косичку. Мы можем добавить вот эти еще хвостики. И сделать как? Даже это интересно будет. Сделать одну светлую в одну. Здесь две самостоятельные. Здесь будут две. Одна светлая, одна темная. И здесь также. Ну и тогда мы плетем косичку. Один. Два. Три. Три. И так далее. Это у нас будет ножка. Смотрите. Мы делаем ровную ниточку и завяжем это в узелок. То есть мы продеваем это все в петлю. Опускаем пониже. Затягиваем хорошенечко. И лишнее отрезаем. Это будет наша ножка. Одна ножка готова. Если мы хотим, мы можем добавить тоже такой же светлый участочек, как у нас и был. Что нам нужно для этого сделать? Нужно взять свет. Так как совершенно случайно образовалась светлая часть. Ее продеть вот здесь при помощи чего-нибудь. Продеть в это теление. Вот. И распределяем точно так же. Так. Вот такая девчонка у нас получается. И сейчас мы из вот этого кончика одного сделаем ручку. А вот этот хвостик мне сейчас надеял одну идею. И сейчас очень быстро я ее попробую воплотить. Ну раз у нас такие уже бантики-бантики. Ну прям девчонка-девчонка. А какая же девчонка без девчонки? А? Вот сейчас мне эту девчонку и сделаем. Так, нам нужен какой-то крючок. Мне казалось, что у зубочистки оказалась такая шпажка пострадавшая. Вот. Что мы сделаем? Нам нужно продеть с изнанки и эти краешки протолкнуть в щелочки. То есть мы проталкиваем один. Я думаю, можно воспользоваться либо карандашом, либо ручкой, либо каким-нибудь таким острым предметом. То есть мы проталкиваем одну часть с изнанки на весу. И в соседнюю ячейку другую часть. Вот. Берем следующую. Точно так же поступаем с изнанки по нижней стороне. линии мы в одну дырочку проталкиваем между нитями основы. И через ниточку в соседнюю дырочку. Протели. Берем следующую. Протели. Берем следующую. длину. Вот такая пачка у нас получилась. Осталось сделать только ручки, ну и глазки соответственно. Смотрите, один из наших концов уже имеется. Поэтому нам осталось приделать с этой стороны вот такую часть. Точно так же мы с одной стороны проталкиваем через отверстие пакетик. Протягиваем половинку. И смотрите, что у нас получается. У нас получается как раз для косички три элемента. Да? Можно крести уже косичку. И раз. Ну что. Завязываем узелок на ручке. Теперь берем. Продеваем петелечку. Затягиваем. Вот такая ручка. И отрезаем нишку. Теперь делаем с этой стороны вторую ручку. Продеваем в это же место. Затягиваем петель. Так. Одна часть готова. А вторую мы закрепим так же. как мы крепили самое начало прикрепления нашей нитки к нити основы. Когда мы только-только проплетать начинали. Мы формируем вот такую петельку из одной части. И в нее пробиваем вот такой хвостик. И вытягиваем. Все. Точно так же как с этой стороны у нас образовалось раз, два, три. И заплетаем косичку. Ну что? Чтобы у нас ручки получились одной длины, мы сверяем сколько еще плести. В принципе, смотрите, вполне достаточно. Я проплела. Теперь можно делать узелочек. Узелок. То есть продеваем. Продеваем петельку. Вот. И сверяем теперь с другой ручкой. Длину. Где нам узелок затянуть. То есть мы подтягиваем узелок к этому месту. И уже здесь его хорошенечко фиксируем. Затягиваем. И отрезаем лишнее. Вот такая девчонка, короткая девчонка получилась. Так. Вот здесь вот можем распределить. Ну что? Осталось только добавить глазки и улыбку. А для этого мы подготовили такой вот пластилин. Залипаки. Сейчас возьмем и свернем глазки. Приклеим их на клей. Нам беленький пригодится. Чуть-чуть что-то. Берем беленький. Формируем два зрачочка. Два глазика. Так. Два глазика. Делаем ее голубоглазой, девчонкой, да? Возьмем немножко голубого. Чуточку. Очипнули на глазок. Совсем немножко. Но теперь нам нужно сделать небольшую колбаску. И разделить напополам эту часть. Чтобы глазки были одинаковые. Если есть такая цель, сделать одинаковые глазки. Если нет, то можно делать фантазийные. Вот как у меня здесь шутил Владислав. Сделал вот такие разные глазки. Мило, забавно, весело. Так что делайте своих прекрасных чудиков. Какими хочется именно вам. Так. 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 И осталось теперь черные зрачки сделать. Маленькие-маленькие. Черные зрачки. Мы отщипываем еще черные зрачки. Делаем. Улина. Делаем точно также небольшую колбаску. Чтобы можно было зрительно отметить серединку. чтобы поделить напополам. И сделать теперь большие черные зрачки. Маленькие. Даже великоват. Я чуть-чуть убавлю. Чтобы был маленький. Вы можете нарисовать на бумаге. Вырезать. И приклеить. Вот такие глазки получаются. Смотрите, юбочка голубая. И глазки получаются. Вот такая чудная девочка у нас получилась. Вот такие глазки. Что нам осталось? Только губки. Для этого берем розовый. Катаем шарик. Из шарика формируем колбаску такую. С остренными кончиками. И формируем улыбочку. Берем клей. Также смазываем и приклеиваем на швейчика. И можем сделать ей. Сформировать улыбочку. Смотрите. Крышечка от клея нам сделает вот такой оттиск. Загибаем уголочки. Крышечка от кетчика. А вот такая девчонка! если вам хочется добавить каких-то ярких резиночек сюда бантиков дополнительных можете привязать из пакетиков еще что вам нравится можете приклеить какие-то бусинки можете украсить как вам нравится у меня получилась вот такая вот веселая девчонка у меня получилась вот такая вот замечательная девчонка а что интересно получилось у вас вы обязательно пришлите нам свои фотографии мы будем очень рады их разместить у себя на страничке как результат того, что мы вас вдохновили сейчас я покажу Владу свою девчонку а он там, тихоря от меня плетет своего мальчишку и сейчас вам покажет и сейчас я вам покажу Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»